Приветствую! Пока мы все с вами сейчас находимся в ожидании затыкания шепчихся, свет все же увидел блюрей всего уже девятого сезона, на котором также оказалось 7 не включенных в основное время проекта сэн. Надо сказать практически все они судя по описанию не влияют хоть каким-то образом на наше восприятие сезона, а поэтому их отсутствие вряд ли кто-то заметит. Честно скажу я не все из них нашел в открытом доступе в сети. Некоторые как бы должны быть на сайте amc, но страница почему-то так и не открылась у меня, ее даже не смог открыть и сильный vpn, поэтому о них я вам просто расскажу исходя из пересказа американских критиков. Кстати на американских торрентах я также этих сцен не нашел, поэтому если вы вдруг по счастью живете в сша и уже приобрели диски, я могу вам только позавидовать. Итак, первая сцена и в ней Рикки Мишон отводят Джудит к Сиддику, чтобы проверить ее кашель. Сиддик ставит Рика в неловкое положение, когда говорит, что не может найти хоть что-то общее по здоровью между ним и Джудит. Далее, когда Сиддик спрашивает Рика о любых серьезных болезнях у его семьи, Мишон смотрит на Рика с пониманием. Рик ранее ей говорил же, что Джудит вероятно не его дочь, а Шейна и Лори. Рик отвечает, что он не может вспомнить многого с тех времен и меняет быстро тему разговора, спрашивая, а собственно как дела у Аарона после ампутации руки. Вот вроде и Сэн это милая, и она вполне бы подошла, например, к показу на ТВ. Вторая вырезанная сцена все из той же третьей серии. В ней снова уделено время Рику и Мишон во время их игры с Джудит. Шоу нам просто показали под веселую закадровую музыку, как Рик резится с дочуркой. В оригинале же он еще лежа на травке на семейном пикнике, рассказал Мишон, что хотел бы провести еще несколько спокойных лет вместе с Джудит просто как отец. Третья вырезанная сцена показывает уже Габи, которая идет поговорить с Энн в своей палатке, но он обнаруживает, что Джадис только что ушла. Тоже сцена, честно говоря, ни о чем. Но я напомню только, что Джадис тогда все подозревали, что она могла убивать спасителей. Четвертая сцена снова из третьей серии. В ней, я напомню, Рику пришлось вспомнить свою полицейскую дедукцию и попытаться найти самостоятельно убить спасителей. Правда, у него нифига это не вышло. Рик приходит в палатку к обедающему Алдену, потому что ему единственному из спасителей доверяет Мэгги. Он говорит ему, что тоже ему доверяет, потому что Алден один из немногих здесь, кто верит в дело строительства моста для спасителей. Он думает, что спасителей убивают не абы кого, а по отдельности и кого нужно. Поэтому ему, Алдену, лучше побеспокоиться о себе и своих людях. Рик просит Алдена попытаться найти общий язык с бунтующими спасителями, объяснить, что он на их стороне и не хочет новых войн. На это Алден отвечает, что переговорит по этому вопросу с неким Роном из спасителей так спокойно, как только он умеет. Тоже сцена, не ахти какая, я думаю, вполне ее как можно было оставить, так и нет. Еще одна сцена уже после пропажи Рика в далекой 14 серии, где Мишон встретилась со старой подругой Джослин, которая позже ее очень разочаровала. Из вырезанной сцены там мы узнаем, что на поиски Джудит и других детей Джослин все же пошли не только Мишон и Дэрил, как могло показаться в серии, а еще Юджин, Аарон, Габи и другие ноу-неймы. В сцене отец Габриэль говорит Мишон, что знает, что она перестала искать Рикарду с тех пор, как пришла Джослин. Может быть, это и будет как раз подсказкой для нее в 10 сезоне снова уйти искать Рика и таким образом как раз покинуть шоу. Ну и наконец, самая интересная, на мой взгляд, сцена, которая, к сожалению, так у меня и не открылась на сайте AMC, поэтому я вам просто перескажу ее. Из нее мы узнаем дальнейший разговор Кэрол и Рика в лесу во время поисков убийц спасителей. Рик повторяет Кэрол, почему он не убил Нигана и остальных спасителей тогда, в финале 8 сезона. Конечно, мы знаем, что это было последним желанием Карла, но Рик говорит Кэрол, что не только это, а еще что-то большее. Затем как раз начинается вырезанный фрагмент, где тем разговора сдвигается на амурные дела. И они здесь оба говорят, что несмотря на все потери, они все же смогли найти своих вторых половинок. Рик отмечает, что Изя все же хороший человек для Кэрол. Она замечательно, отмечает Рик об обручальном кольце Кэрол. Я рад за вас, во всем этом мире ты нашла хорошего человека, правильного человека. Ты тоже, отвечает Кэрол, кто бы мог подумать. Это почти трехминутная сцена, совершенно без экшена. Здесь нет зомби, нет столкновений с разбойниками. Просто старые добрые друзья, повидавшие за столько лет адов ад, разговаривают, идя по лесу. Это все сцены, о которых вы могли не знать и которые мы увидели только после выхода DVD. Мне признаться честно, от них ни холодно, ни жарко. Возможно, только диалог Рика и Кэрол был бы уместен в проекте. Он, кстати, почти дословно повторяет слова Рика из комикса про желание разобраться с Ниганом. Правда, в комиксе он это, по-моему, говорил Андреа. В сериале Рик тоже говорил Мишон о том, что думает каждый день, правильно ли поступил, что оставил его в живых. И Мишон с ним соглашается, говоря, что эта идея все время тоже с ней. Особенно после того, когда они посетили святилище и увидели надпись «Восхваляющая Нигана». Ну а это все вырезанные сцены, которые я нашел из этого сезона. Спасибо, что смотрите. Делитесь роликом с друзьями, подписывайтесь на канал. Ну и да пребудет с вами сила логики. Пока.